приветствую вас друзья в этом видео я расскажу про bz 74 1 ведь я на нем сырал три боя и мое экспертное мнение с этими тремя боями очень важно для каждого танкиста ведь это невероятная статистика из трех боев это такое великое достижение я уже прям эксперт этого bz 74 1 на самом деле это шутки но я думаю вы у многих блогеров видели эти великолепные айды по одному двум боям где не я в прямом эфире сейчас сам сыраю танчик посмотрим какие-то впечатления в принципе вот вам тоже самое только просто на фоне вы видите реплей как я играл вечером перед сном после конструкторского бюро первые два боя сырал с десятками средуха было 4000 и потом произошел вот этот вот бой где меня кинуло в топ без арты против восьмерочек идея набил почти 8000 я поехал играть от башни поскольку у меня крепкая башня дырявый корпус у меня хорошие у воены 9 градусов хороший дпм стабилизация пробитие кумулем 330 альфа огромная я поехал пользоваться с всеми своими плюсами и не поехал в город где я буду пользоваться всеми своими минусами это критуемым дырявым своим корпусом которым почти невозможно танкануть только если там случайно соперник не стрельнет куда-то там не туда или ира не туда вместо него стрельнет поскольку корпус у нас такой американский закругленные в лд нлд полочка на двигателе и если мы хоть чуть-чуть не в середину нлд или в лд там стреляем а чуть в край там очень много приведенки и мы чаще всего не пробиваем также у нас через рельеф наклон на башню во лбу башни становится лучше приведенки больше башни танкует лучше также прячется небольшой лючок когда мы играем через рельеф тяжелее выцелить чего не происходит в городе когда мы стоим ровно перед врагом то тяжи периодически специальными снарядами пробивают нас в лоб башни если у них пробить и нам 330 340 то там чуть-чуть выше среднего пробития вылетает и все нас уже прям в лоб башни могут пробивать но когда мы играем через рельеф сделать это становится тяжелее поэтому в начале боя воспользовавшись всей этой предварительной информации которую я уже понял еще до того как сесть на этот танк я уже предварительно хоть что-то про него дознал и поехал в топе просто нагнул за счет своего опыта и скилла да это конечно же против восьмерок без арты и меня весь бой ничего не напрягало но и воспользоваться такой возможностью тоже нужно уметь а то есть танкисты которые при виде таких боев сразу такие а и ты в топе от сыграя внизу списка но пока 11 уровень еще не ввели в принципе внизу списка на десятки сыграть не могу максимум с десятками с ними я набивал по 4 косаря тут вот 8 вышло ну и нормально понятное дело что внизу списка нагибать тяжелее и не всегда это получается там нужно хотя бы свое отбить и уже неплохо но как только возможность нам дается ей нужно пользоваться что касаемо самого конструкторского бюро я в принципе не жалею да мне подарила что я потратил все свое серебро мне было 60 чем-то миллионов серебра осталось 2 ляма до меня бесит когда у меня нет серебра поскольку я его не хотел фармить но видимо придется и возможно даже придется покупать платную подписку чтобы там за задание каждый день капало лишнее серебро а также еще и в бою хоть какие-то копейки быстрее капали видимо вот такими вот всеми способами картошечка меня привела к тому что я вдруг таки захотел купить платную подписку поскольку я на своем аккаунте неожиданно оказался у разбитого корыта в котором 0 серебра у меня много ресурсов остальных кроме серебра но я ими воспользоваться не могу золото этот лохотрон не принимает свободки принял очень мало 350 тысяч я мог ее раза в два больше легко вывалить туда и вообще не пожалел бы бон и жалко серебро жалко но не так сильно как поны чертежей у меня почти не было я только воспользоваться чертежами советскими и американскими поскольку остальных у меня и не было в принципе все если бы у меня были чертежи я бы их больше туда в бахал и сэкономил бы серебро на сайте там в этом конкуляторе я насчитал что я потрачу примерно там 20 чем-то миллионов серебра в итоге потратил 60 поскольку этот конкулятор великолепно никак не связан с моими ресурсами прям перед самым конструкторским бюро перед стартом я посмотрел сколько у меня чертежей оказалось что нам почти ничего и нет да конечно жалко осадок есть из-за того что напихали очень много вот таких вот ограничений в ресурсах но в целом я не жалею поскольку но пофармлю серебро опять появится да и ладно мне в любом случае стримить эту игру видосы делать и так далее да и в любом случае все игроки которые захотели принять участие в конструкторском бюро были в равных условиях поскольку эти ограничения были для всех но некоторые готовились конструкторском бюро копили там свободку возможно другие ресурсы наоборот тратили но никто не знал что будут вот такие ограничения и в каком они месте насколько жесткие это конечно обидно безусловно что касаемо самого танчика нам стримеры перед конструкторским бюро некоторые топовые показывали этот танк как он сильный имбовый распрекрасный я на него сел и действительно до стабилизация хорошая можно играть без стабилизатора как я поставить досылатель турбину закалку или досылатель турбину вентиляцию и спокойно играть я катаюсь вентиляцией поскольку я так захотел но турбина тут смотрится в самый раз и вообще танчик играются чуть ли не наполовину как ст поскольку у него приличная скорость неплохой дпм с альфой пробитием и стабилизации единственно что он со стэшками не сравнится возможно в размерах в точности и маскировке а так это какой-то полноценный обт но вот что я еще заметил после боя я открываю статистику обычных средних 50 процентных танкистов и я у них вижу те же самые 2000 среднего урона которые вижу на остальных танках то есть это танчик дает возможность реализовать скилл есть скорость есть дпм стабилизация пробитие альфа если ты понимаешь как куда ехать что в какой момент делать что главное в бою для того чтобы повлиять на исход боя набить себе цифры и победить вытащить бой то это танчик стоит взять если вы обычный средний игрок или ниже среднего прям чего-то глобально вау типа танчик нагибает за вас сам вы такого не увидите поэтому ощущение что это событие для старых задротов у которых много много ресурсов которые даже преодолели эти большие ограничения в ресурсах чтобы получить вот такой вот танк который в полной мере могут реализовать только статист был танчик который выдавал заметно выше результат у средних игроков это в 55 до нерфа на нем танкисты выдавали на 500 на 1000 среду ху больше я очень часто это замечал открывая статку что все эти процентные игроки на vz55 в его лучшем состоянии до нерфа выдавали среду ху гораздо больше чем на всем остальном а вот на этом танчики я после боя статку по открывал да там бою еще танкисты много на них не наиграли там по 15 по 20 боев но среду х там 2 2 с хвостиком также как и на остальных танках пока что возможно они еще не привыкли к танку но в общем и целом средненько у средних игроков средненько возможно этот танчик для них сложного поэтому я считаю что если у вас огромное количество ресурсов и очень прямые руки то можно задуматься о том чтобы этот танчик взять если это для вас не напряжено не накладно если вы средний рок или ниже то возможно этот танчик особо прям чего-то невероятного вам не принесет в плане результата а вот понравится или нет но это вкусовщина я без понятия у каждого человека свой вкус и кому чем понравится тут я не знаю это мои первые впечатления от конструкторского бюро а также от танка bzm 41 я считаю что танчик сильный это сразу видно если есть скил если скилла нету то танчик реализовать тяжело поскольку ошибок он особо прощать не будет но в принципе пушка должна наваливать урон но возможно не хватает того самого барабана на два снаряда как на vz55 чтобы средние игроки выдавали среду ху больше в общем и целом все я своими мыслями поделился в комментариях можете написать свои с вами был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока